Коми-ижемцы в эти выходные сумели таки обнять Ижевакерку. Так в Сыктывкаре называется специальное представительство землячества Коми-ижемцев. Во флэш-мобе приняли участие более 30 человек. Этим флэш-мобом мы хотим показать, что Ижевакерка — наш центр, открыт для всех. Не только для коми-ижемцев, для тех, кто любит коми-культуру. После совместной фотосессии и крепкого ижемского чая участники флэш-моба отправились проверять знания орфографии и пунктуации во всеобщем диктанте по коми-языку. Текст поэжи Элан Артман, что переводится как «Рождение песни», в этом году подготовила коми-писательница и поэтесса Галина Бутырева. О процессе и итогах Евгений Ракин. Учитель начальных классов национальной гимназии Зинаида Тарабукина ради диктанта бросила дачные дела. В национальную библиотеку пришла в числе первых. Говорит, правила коми-языка не повторяла. На участие в акции изначально зарегистрировались 60 человек, но желающих оказалось в два раза больше. Сотрудники книгохранилища в срочном порядке обеспечили всех дополнительными местами. За парты сели школьники, учителя, преподаватели, писатели, да и обычные горожане. Все, кто неравнодушен коми-языку. Текстом выбрано новое произведение Галины Бутыревой. Текст интересный, литературный, о поэзии. Автор открывает свой внутренний мир, но нелегкий. Есть авторские знаки. Моя задача читать выразительно, указывать на пунктуацию интонационно. Первым делом знакомство с текстом. Затем самый ответственный момент и полная тишина. Шушуканье прерываются замечаниями в шуточной форме. Здесь участники немного волнуются. Многие сравнивают момент со школой. Те, кто уже писал диктант, сравнивают события с прошлым годом. В прошлом году все работы оценивала одна комиссия в Сыктывкаре. И это очень сложная работа. В этом году договорились, чтобы каждый муниципалитет организовал свои комиссии. Они будут отправлять нам оценки. Завершается диктант самостоятельной проверкой. Где-то за партами возникают бурные дискуссии. В основном из-за пунктуации. Читаю по коми много, но возникли трудности с пунктуацией. Люди пришли сюда с прекрасным настроением. Встретились, пообщались, как на праздники. Результаты диктанта станут известны примерно через неделю. Их разместят на сайте общественного движения Коми Войтер. За это время организаторы соберут работы со всей республики. И выберут три лучшие. Евгения Ракина, Анастасия Тюрнина, Олег Костромин, телеканал Юрген.